Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. График утвержден. Глава Республики и ВДБ обсудили завершение строительства Камского моста. Не проходите мимо. Полицейские республики в преддверии экстремальных морозов попросили жителей региона быть внимательнее и милосерднее. В Удмуртии сократили площадь для особо охраняемых территорий. В Минприроды объяснили, для чего это сделали. И Татьянин день. Праздник студентов. Республики подсчитали, сколько жительниц отметили сегодня еще и именины. Достраивать Камский мост будет банк. Сегодня глава Республики Александр Соловьев провел рабочую встречу с представителями правления ВДБ. Был утвержден график работ. Названы новые подрядные организации. Сумму, которая осталось вложить в стройку и время, когда проезд станет платным. Марина Баль обо всем по порядку. Камский мост, проложивший короткий путь между Удмуртией и Башкирией, соединивший Камбарский район со всей республикой, достраивать будет банк. Прежний инвестор, оказавшись в трудной финансовой ситуации, уступил свою долю в проекте ВДБ. Случилось это в конце декабря прошлого года. Сегодня консультации с представителями правления банка провел глава Республики. Итог встречи утвержден график работ. Как раз сейчас время отсыпки конусов, время отсыпки струенаправляющих дам. Об этом мы как раз тоже говорили. И я думаю, что буквально в феврале месяце эти виды работ уже начнутся. Здесь, на объектах. Потому что нижнюю часть надо завершать. Строительных работ на Камском проекте осталось немного. На совещании был представлен список новых подрядных организаций. Представители банка сообщили, что финансирование уже идет. По оценкам ВДБ, чтобы закончить объект полностью, нужно около 1 миллиарда рублей. Сегодня проект полностью обеспечен финансированием со стороны банка ВДБ. Поэтому надеемся, что мы действительно в те сроки, которые предусмотрены, конституционным соглашением, а это именно первые планы 2017 года, мы все работы завершим. Возвращать вложенные средства банк будет за счет платного проезда. Члены правления ВДБ подтвердили, к утвержденным тарифам идти будут поэтапно, отслеживая влияние цены на транспортный поток. Пункты приема платы начнут тестировать весной. Процентов на 80 они уже готовы практически. Я думаю, что в мае месяце, так мы договорились, платный уже проезд начнет функционировать. Весной мы начнем набирать тех специалистов, которые будут там работать, проведем их обучение на других объектах в стране. Сейчас проезд по новым мостам через Каму и Буй бесплатный. Мостовые переходы обслуживают 30 человек, а транспортный поток доходит до 2000 машин в сутки. Марина Бали, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». В республике утвердили титул дорог, где в этом году появится ремонтная техника. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, участки дорог местного значения в этом году отремонтируют в Воткинском, Селтинском, Игринском и Кшурбодинском районах. Почти 50 миллионов рублей получит Машгинский район. Там планируется построить мостовой переход через реку Вала. А в Красногорском районе от райцентра до Валамаза ремонт дороги будет капитальный. Ряд районов получит средства и на приведение в порядок дорог, которые проходят непосредственно в самих населенных пунктах. В целом на все работы из дорожного фонда будет направлено более полумиллиарда рублей. В Удмуртии снова похолодало. Усилившиеся морозы сегодня заставили вспомнить о тех, кто, находясь на улице, не может адекватно позаботиться о себе. Речь о нетрезвых гражданах. Сотрудники полиции обратились к неравнодушным прохожим сообщать в дежурную часть о людях, которые самостоятельно не могут добраться до дома. Дмитрий Вороновнин продолжит. Этого ежевчанина дежурный наряд полиции разбудил сегодня утром в одном из жилых дворов на Кирове на 20-ти градусном морозе. Мужчина проспал почти 4 часа. Каким-то чудом ничего себе не отморозил. Его доставили в кабинет медицинского освидетельствования, но остаться здесь отказался. Оставить мужчину в тепле, бесплатно предоставив кушетку, белье и дать возможность, протрезвев, пойти домой. Врач-нарколог мог лишь в одном случае, если бы доставленный сюда добровольно прошел процедуру освидетельствования на предмет опьянения. А так наряд полиции повез его дальше в дежурную часть. По-видимому, до сих пор многие путают открывшиеся год назад в республике кабинеты медосвидетельствования с вытрезвителями. Об этом говорит даже статистика городского УВД. За весь прошлый год на улицах столицы Удмуртии были задержаны 6 тысяч нетрезвых граждан. И лишь 180 из них изъявили желание остаться и ночевать в медкабинете. Вытрезвление осуществляется естественным способом. Ему предоставляется кушетка с одноразовой простыней. В течение 4-6 часов он здесь пребывает и после этого мы отпускаем его домой. Полицейские с наступлением морозов сегодня призвали жителей республики к бдительности. Уснуть пьяным на улице более чем опасно, потому-то и нужно сообщать в дежурную часть о тех, кто сам о себе позаботиться не захотел. Кстати, из 6 тысяч пьяных, задержанных на улицах Ежевска в прошлом году, почти о двух тысячах в полицию сообщили неравнодушные прохожие и спасли чьи-то жизни. В сводках МВД погибших в подобных ситуациях нет. Чтобы не замерз, не умер, на улице в такие морозы, гражданин позвонить 02, сообщить об этом, дождаться сотрудников полиции, ну и, конечно, соответственно, сделать свой гражданский долг, помочь этому гражданину не замерзнуть. О том, что морозы отступать пока не собираются, подтвердили сегодня в Республиканском гидромедцентре. До конца недели среднесуточная температура в Адмуртии будет ниже климатических норм. В четверг, пятницу и в субботу ночная температура стоит от минус 23 до минус 28 градусов. По северным районам до минус 30, минус 33 градусов. Дневные же температуры от минус 16 до минус 21 градуса. Потепление небольшое начнется лишь в начале следующей недели. Уберечься от отморожений уже всем, без исключения прохожим, советы дают медики. Находиться на улице как можно меньше и обязательно одеваться тепло. Дмитрий Вороновлин, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». А в Республике, между тем, продолжают регистрировать новые случаи заражения гриппа. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю вирус подхватили еще 108 жителей Республики. У 104 диагноз уже подтвержден лабораторно. Причем в этом году активнее болеют жители районов. Эпидемический порог на селе превышен на 105%. Практически 96% определяется вот этим сезонным вирусом гриппа H3N2. Гонконгский вариант, который мы говорили о том, что он будет циркулировать в этом сезоне. И небольшой процент, да, он обязательно входил в состав вакцин. Он был одним из компонентов вакцинных штаммов, которые мы прививали в этом году. Помимо вируса гриппа H1N1, то есть пандемического, вот этот гонконгский вариант и вирус гриппа B. Вирус гриппа B незначительный, всего 9 случаев. Этим санитарные врачи объясняют превышение уровня заболеваемости среди взрослых почти на 46%. Это возрастная группа, которая меньше всего привита против гриппа. Всего в республике зарегистрировано более 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. И в Удмуртии высокотехнологичная помощь стала доступнее. Врачи республики освоили и внедрили методы лечения по 18 из 21 профиля, утвержденного российским правительством. Так что теперь жители Родникового края могут у себя дома получить лечение, на которое раньше приходилось выезжать за сотни километров. О медицинской помощи, что стало ближе, репортаж Елены Абуховской. Это называется нейрохирургическая операционная. Здесь проводится до 300 операций в год. 200 из них высокотехнологичные медицинские операции. 200 очень сложных операций нейрохирургам помогла провести вот эта современная аппаратура. Супермикроскопы, современная нейронавигация быстро и точно позволяют врачам установить диагноз и спасти пациентам жизнь. Артериальная анавризма, разрыв геморрагический инсульт, может быть, одна-две в год делали. А теперь мы делаем до 60 операций в год благодаря вот этому оборудованию. Современному микроскопу и современной диагностической аппаратуре, где мы ставим диагноз именно разрыв артериальной анавризмы. Оборудование очень хорошее, хорош высокого класса. Географическая система для выполнения различных вмешательств под рентгеновским контролем. В основном это на сосудах. Вообще отделение было создано для профилактики и лечения ишемического инсульта. Еще пять лет назад высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе оказывали только две больницы, сегодня восемь. Специалисты республики освоили и внедрили методы лечения по 18 из 21 профиля, утвержденного российским правительством. К примеру, в первой РКБ действует 15 федеральных лицензий по различным направлениям высокотехнологичной медицины, в том числе и самых востребованных – травматологии и ортопедии. До того, как мы начали работать или делали в меньших объемах те же трансплантации тазобедренных суставов очередь, то в этом году она уже практически должна быть закрыта. Нам сегодня вот этих квот и денег, которые мы имеем даже по обычным тарифам, хватает на то, чтобы оказать эти виды помощи всем больным, которые поступают в наши лечебные учреждения. Основное финансирование высокотехнологичной медпомощи ведет Фонд обязательного медицинского страхования. Помогают федеральные и региональные бюджеты. Так, в Удмуртии в этом году на развитие высокоточной медицины предусмотрено 150 миллионов рублей. Это в три раза больше уровня прошлого года. На операцию с применением высокотехнологичных методов могут рассчитывать 4700 пациентов. Это на 27% выше показателя прошлого года. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Порядка 300 тысяч гектаров земли сельхозназначением в республике сегодня заброшены. Это данные Росельхознадзора. Инспекторы по результатам прошлогодних проверок передали 8 дел в региональное минимущество для изъятия неиспользуемых участков. На сегодняшний день по трем делам уже подготовлены иски в судебные органы. И мы уже сегодня точно можем сказать, что по двум материалам отказано возбуждение. Дело по той причине, что собственники сами в добровольном порядке отказались. Специалисты отмечают изъятие заброшенных полей. У собственников процесс сложный, потому как зачастую найти этих собственников просто не представляется возможным. Выход один – признать эти земли безхозяинами, но сделать это можно только через суд. Активнее всего такая работа отметили в Росельхознадзоре. Сегодня проводится в Ихшебодинском районе. Законно ли рубят лес? Вопрос, который сегодня мучает жителей деревень Красногорского и Игринского районов. Непонимание возникло после пересмотра границ лесных заказников. Площади сократили, это подтвердили в региональном Минприроде и объяснили, для чего это сделали. Такие машины, груженные лесом, очень тревожат местных жителей. В деревне Малигурт хорошо помнят, эти леса на границе Игринского и Красногорского районов особо охраняемые. Здесь находятся сразу два охотничьих заказника – Салинский и Пестеринский. Но лесники успокаивают – никто закон не нарушает. Лес вывозят сейчас с кварталов Красногорского района. Кварталы находятся не в заказнике, никаких лесных законодательств не нарушается. Все рубки занесены в лесную декларацию, поданы в Красногорское лесничество. То же самое подтвердили и в региональном Министерстве природных ресурсов. В последние годы они провели масштабную работу, изучили территории всех заказников, а их по республике – 11. Практически все создавали 40-50 лет назад ради сохранения малочисленных животных. И за прошедшие полвека свое основное предназначение практически исчерпали. Провели мониторинг и оказалась численность животного мира практически такая же, как на обыкновенных территориях. Да, то есть, а допустим, численность бомбра столько стала, что она не только что пользует, а вред даже начал приносить. В итоге ученые предложили территорию заказников сократить. Изменились размеры и Салинской заповедной зоны. Видите, большая территория какая была. А вот это вот сейчас темное, это все осталось. А остальное все выведенные из состава особо охраняемых природных территорий. Это все на основании постановления правительства Удмуртской республики 29 апреля 2016 года, номер 179. В целом из охраняемых зон выведено 150 тысяч гектаров. Территории переданы в аренду частникам. Именно там сейчас и производится вырубка, причем частичная. Есть расчетка, то есть разрешение, сколько нам разрешено рубить, сплошных рубок, рубок ухода. То есть мы не только рубим сплошняком лес, но мы также производим рубки ухода, уходы за лесными культурами. Вот эта вырубка, она положительно скажется на воспроизводстве как лося, зайца. Почему? Потому что лось и заяц питаются подростком. Никаких других там, допустим, что мы разрешили отстрел вот в этих 150 нет. Не тронутыми остались 180 тысяч гектаров. Сейчас готовятся документы для того, чтобы официально признать эти границы заповедных территорий и поставить их на кадастровый учет. Причем теперь они примут статус комплексных заказников. То есть охранять здесь будут не только животных, но и исчезающие виды растений и деревьев. Елена Гаримульна, Анастасия Тудаева, Илья Дериндяев, телеканал «Майя Удмуртия». Обитатели лесов и полей Удмуртии поселились во дворе Ижевского 25-го лицея. Правда, животные и птицы снежные. Таким вот необычным способом лицейсты решили открыть год экологии. Как уверяют ученики, их снежные шедевры волшебные. Так ли это проверила Светлана Буланова. Это кабан с кабанятами. Здесь есть четыре кабана. Кабан, хотя и снежный, но почти что как живой. Даже размеры, как у настоящего лесного. Этот могучий зверь обитает в наших удмуртских лесах, потому и решили слепить кабана, пояснили лицеисты. Мы копали здесь, нужно было очень много снега, мы таскали ведра. Ну вот так и получился такой кабанчик. Она живет в какой-то странной медведи. Это бобер. Почти все обитатели лесов и полей Удмуртии поселились во дворе 25-го лицея. Таким вот традиционным конкурсом рядовых фигур лицеисты решили открыть у себя год экологии. 2017-й пройдет в России под эгидой охраны природы. К тому же уверены педагоги, создание снежных шедевров – процесс не только увлекательный, но и сплачивающий родителей и детей. Процесс очень творческий. Родители и наши ученики подходят к нему со всей серьезностью, планируют, выбирают, долго обсуждают. Ну и потом, как правило, это уже выходные дни. Специально приезжают на территорию школы и создают свои шедевры. А в эту лягушку, уверяют четвероклассники, они смогли вдохнуть волшебство – настоящее. Мне кажется, она переносит счастье и в учебе, и в жизни, и везде нам может помочь. Иначе она могла, может быть, превращаться в царевну. Царевну-лягушка, конечно же, не превратится, но вот сдружить лицеистов еще сильнее она точно смогла. Каждый раз после уроков дети бегут к своему снежному другу. И сегодня Татьянин день – праздник всех российских студентов. Вузы республики его отметили в Ижевске на бульваре Гоголя. На площадке перед кукольным театром собралось около пяти сотен студентов из 20 образовательных учреждений республики. С профессиональным праздником их поздравил глава Удмуртии. В этом году празднование Татьяниного дня прошло на территории 11 муниципальных образований Удмуртии. В Ижевске все Татьяны в свой день получили возможность бесплатно посетить зоопарк. Кстати, 25 января – это личный праздник из 47 тысяч жительниц Удмуртии. Татьяна – одно из самых распространенных женских имен в России. А среди всех женщин, проживающих в регионе, Таня уверенно занимает первое место. И у меня на этом все. Информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.